Заводила приветствует вас. Сегодня мы поговорим о интересном опыте. В первый раз моя знакомая Ирина Зверева, бывшая журналистка, ведущая телепрограмм и редактор на федеральных каналах, решила испробовать себя в роли блогера. То есть одновременно совместить и операторские искусства, и свой опыт журналистики. Она первый раз была в Америке, она первый раз была в Майами. Соответственно, это очень непросто. Как у нее это получилось, давайте посмотрим, поговорим с ней. Давайте узнаем. Расскажи, пожалуйста, о своей поездке в Америку. Почему Флорида? Почему Майами? Привет, Вадим. Очень рада, что пригласил. Очень рада тебя видеть. И приятно, что тебе интересна моя поездка. С удовольствием расскажу. Но, собственно, она так спонтанно немножко получилась. Я планировала поехать, осуществить свою мечту давнишнюю, съездить в Америку, съездить в Майами. Но при этом журналистская деятельность, видимо, меня преследует. К моему большому счастью. Потому что буквально за три дня до этой поездки получилось так, что в руках у меня оказалась камера, штатив, микрофоны и прочее оборудование для профессиональной съемки. Ты же в прошлом профессиональная телеведущая и профессиональная журналистка. Расскажи немного об этом своем кусочке жизни. Я с РБК начинала после школы телевидения Останкина. И там делала свои первые шаги. Работала как корреспондент в службе новостей. Работала и на сайте РБК, и пишущим редактором, и редактором-международником. То есть много достаточно попробовала. Разной деятельностью занималась на РБК. РБК это вообще для меня школа была. Такая закалка. И меня научили очень многому. Мы потом выпустили «Свободное плавание». И я потом в Останкина работала. И уже в качестве ведущей. В качестве ведущей тоже и новостей, и программы. Лин, ты первый раз держал в руках камеру. Несмотря на твой предыдущий опыт журналистский, для тебя это был достаточно новый эксперимент. Расскажи, какие ощущения по этому опыту своему, по съемкам в Америке? Вадим, ну, во-первых, хочется сказать о том, что у меня оборудование появилось за день до вылета. То есть это такой экстрим на самом деле. То есть я разобралась и поняла, что, как работает накануне вылета в Америку. И уже в самолете я начала работать. То есть моя первая съемка была в самолете, когда я летела на пути в Майами. Да, я видел кадры из салона. И я сразу как-то включилась в работу, потому что мне хотелось понять, смогу я, не смогу, разобраться побыстрее. Но было страшно. Это был такой эксперимент над самой собой, и я старалась справиться. Да, я прилагала максимум усилий. Но у меня там тоже были проблемы. У меня и отказывало оборудование, я как-то находила, пыталась найти выходы из ситуации. Там микрофоны не работали. Как-то что-то вот... Ну, на самом деле, это все непросто. Вот, работать одной. Тем более работать еще за рубежом, когда ты не знаешь законов. Как Америка тебя встретила в качестве журналистов? Ты переживала вот за, ну, не знаю, там, политполицию, какие-то возможные разборки с людьми, да? То есть вот у тебя нет аккредитации, ты просто блогер. У тебя камера, и ты вот пришла и начала задать людям вопросы. Как вообще внутреннее состояние? И начнешь надеяться. Поделаешь ты на то, что ты сможешь выпутаться из какой-то ситуации, если что? Ты же не знала законы, с ним что-то поменьше. Ты знала, что там можно или запрещено? Ничего не знала, Вадим. Никаких законов. Вот ты знаешь, я такой человек спонтанный. Я взяла камеру и пошла снимать. Все. Другой человек там почитал законы, проконсультировался, почитал хотя бы в интернете. Я не говорю о том, чтобы там кюристу сходить, да, поинтересоваться. Нет, вот я как-то на авось, на русский авось пошла, взяла и начала снимать. На самом деле, знакомая, у которой я как раз остановилась, знакомая она стала как раз, когда я уже поселилась в Америке. До этого это был совершенно незнакомый человек, которого мне просто порекомендовали. Так вот, эта женщина, она эмигрантка русская, она с опаской смотрела на всю мою деятельность, кстати, хочу сказать. Она иногда говорила, Ирина, люди могут как-то неправильно отреагировать. Вот вы везде с камерой ходите, снимаете. И как-то так, есть же люди, которые нелегально находятся или на штатах. И вот у меня есть там кадр, когда закрывали лицо от моей камеры и так далее. Вот. Ну, я как-то, честно скажу, вот на авось. Авось пронесет. И я вот шла на пролом и снимала. Ну, в основном реакция была очень позитивная. То есть, либо люди относились ко мне просто вот индифферентно. То есть, ну, идет человек с камеры, ну, снимает, ну, ладно. Это Америка. Здесь люди тешатся, что там, я не знаю, чем угодно, да, там, какие только приколы не бывают. И в метро, и везде. Либо просто, если я к нему обращалась, то с удовольствием отвечали на вопросы, спрашивали, кто я, откуда я, и где можно посмотреть материалы, давали свои контакты. То есть, охотно шли на контакт. А не было такого, что люди, когда видели, что ты снимаешь, говорили, извините, но меня не надо снимать, я не хочу давать интервью. У меня, вот, например, был такой опыт в Гонконге? Нет. Вот у меня такого не было. Абсолютно не было. Вот, наверное, твоя персональное очарование, твоя персональная коллизия. Ну, может быть.